Девушки отдыхают Но это еще и люди, которые, наверное, еще любят и любили мою маму и пришли сюда, наверное, в первую очередь на ее праздник, правда? Потому что мама больше 20 лет вынашивала эту идею, упрашивала, умоляла, ходила. У нас есть несколько писем, подписанных всеми президентами России, которые сменились на этих постах за последние 20 лет. И, к сожалению, на каком-то этапе всегда это все блокировалось и ничего не получалось. И мама очень расстраивалась, потому что чувствовала себя ненужной. Она говорила, пока я пела, пока я пою, я приношу славу на моей родине, приношу ей деньги, безусловно. А никому не надо, чтобы я передала свое искусство, свой опыт, свою любовь к музыке. Никому не надо, чтобы я научила молодых ребят тому, что я умею. И тем более, что все ее друзья, которые сейчас стоят уже в очередь к нам записываться на мастер-классы, чтобы мастер-классы здесь проводить, это высочайший уровень певцы и певицы, они тоже все были готовы еще тогда приехать и сделать свой вклад в наше российское искусство. И было похоже, что это никому не было нужно. А потом судьба над мамой сжалилась, послала ей Надежду Павловну. А Надежда Павловна показала вот на это здание, которое, если вы посмотрите в буклетах, было такое, больше похоже на руины какой-то крепости старинной, чем на что-то обитаемое. И сказала, вот если хотите. Мама сказала, конечно, хочу. Во-первых, это Санкт-Петербург, это город, который она бесконечно любила, от которого она никогда не могла сердцем оторваться. И во-вторых, это, наконец, была возможность реализовать такую громадную свою мечту. Действительно, когда в то время мама была здесь в последний раз, она просмотрела на это здание, она стала в лесах, тут шли работы такие, как муравейники пел. И она сказала, господи, хоть бы мне даже и до этого дня. К сожалению, так не могло быть. Но я очень верю в то, что мама нас видит и слышит, и любит, и нам помогает. Потому что бывали ситуации, когда мы все садились за стол, смотрели друг на друга, говорили, ну что, ну что, как быть дальше, непонятно. И в этот момент возникала какая-то ситуация, которая меняла все к лучшему, и все начинало получаться. Поэтому я думаю, что Елена Васильевна приняла в строительстве этой академии такое же участие, как мы все здесь присутствующие. Очень радостный день. Немножко грустно, что мама не смогла здесь сама стоять на этой сцене и разговаривать с вами, петь для вас. Но очень радостно, что ее идеи будут здесь воплощены, что дух ее здесь живет. Потому что, если вы пройдете, посмотрите нашу академию, везде ее фотографии, причем самые разные, официальные и неофициальные. И люди видят, что это был нормальный земной человек со своими радостями, со своими смешинками, со своими анекдотами. При этом огромная трудяга, потому что все, что она успела в жизни, это было достигнуто огромным-огромным трудом. И это очень важно, чтобы студенты, которые будут сюда приходить, чтобы они понимали, что это не просто выйти на сцену в красивом платье, спеть, открыть рот, спеть, получить денежку и пойти домой в прожекторах, в фотокамерах. Это огромный-огромный труд, это огромная жертвенность, когда ты отрываешься от семьи, когда ты не можешь пойти с друзьями куда-то, когда ты уезжаешь надолго и не можешь быть с теми, кто тебе близок. И ты должен работать и улыбаться, и петь. Грустно тебе, страшно тебе, одиноко тебе. Это совершенно никого не касается. Когда ты уходишь на сцену, ты принадлежишь не себе, ты принадлежишь тем людям, которые сидят в зале. Не потому, что они заплатили за билеты, пришли в зал, а потому, что ты живешь для них, и твоя жизнь – это их жизнь. И их жизнь – это твоя жизнь. Это огромный обмен энергии, счастьем, любовью и страхами, и страданиями, и опять любовью между залом и тем, кто стоит на сцене. Вот это самое главное, чему мы хотим научить людей, которые сюда вредуют. Огромное спасибо тем людям, которые дают нам денежки. Хотелось бы, чтобы их было еще и еще больше, потому что нам очень трудно, мы только начинаем, и еще маленькие. Огромное спасибо тем людям, которые помогают нам какими-то другими способами, и советами, и инструментами. Огромное вам всем спасибо. И если мне будет так позволено, это немножко с моей стороны импровизация, но я не могу об этом промолчать. Среди нас находится человек, который подарил моей маме полгода жизни. Потому что мама, по идее, по всем прогнозам врачей, должна была выйти в прошлом летом. А сегодня среди нас доктор Максим Валерьевич, который спас ее, дает ей еще полгода жизни. Огромное ему за это спасибо. И никогда, никогда этого не забываю. Спасибо. Он очень спорный. Но он никогда не показывался. Я хочу, чтобы узнал, что он все ему очень благодарны. Это были замечательные полгода, которые мама была с нами, которые она занималась этой академией, развивала свои планы, и провела в любви, в счастье, в дружбе. Спасибо вам огромное. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам, приводите ваших детей. Приходите сами. У нас будет очень хорошо. У нас будет очень весело. У нас будет очень трудно, потому что это работа. Добро пожаловать. Спасибо. Слово для приветствия.